Вот так надо, да? Вот так я иду, надо толкать. А что спрямо толкать? Может медленнее делать? Нет, нормально. А то, ну, все. Вот так вот надо толкать. Хорошо. Бил здесь, перевел-перевел, и оно уже депромнее. Поэтому, чего мы начали с этого начала? Чтоб держал это плечо, плечо, чтоб это движение как раз было ту же секунду и выходило ровнее. Придет. Все у тебя нормально получается. Уже начинаешь хорошо, поэтому... А если попробовать еще такую вещь, то вот про газ забываем, потому что у тебя это на глазах подбивает. Делаем ровно мяч, а потом все-таки пытаемся свою верхушку сюда повернуть. То есть, толкая вот так, то есть, вот здесь повернулся, практически на 90 градусов. То есть, не просто руку сюда засадить, а засадить еще вместе с туловищем. Чтоб уже туловище пошло, и тогда вот эта часть, туловище, они должны все равно быть вместе. Встал. Разминаешься. И засадываешь. Засадываешь. А потом не будет такой, типа, холостого. Так, ты вот не маши левой рукой. Ты должен это сделать правой частью. Это не холостой. Когда ты делаешь это левой, тогда это будет уже ты себя стягивать. Но здесь задача в том, чтобы ты правую верхушку научился... Закидывать. То есть, тебе надо завести руку. Остановить ее не здесь, напрямую, а все-таки завести ее вперед. Главное, что ты раздражаешь здесь руки. Поэтому, если ты сделаешь там 3-4 толчка так ровно, очень страшно не будет. А потом добавляй, чтобы ты почувствовал разницу, что ты проводишь еще дальше. Мне кажется, что хочешь 20 метров толкнуть с твоим мячом. То есть, его же можно делать вроде бы усилия, но рукой его не толкать так сильно. Да я не толкаю. Ну, я слышу, как стена, он ухерячит, да, что можно скоро дырку так пробежать. Ты сделал, выпустил. Ты здесь нарабатываешь, как говорят, и руку, и все-таки движок свой, который тебе понадобится. Мячик будет двухкилограммовый, такой медицинский. Но там был его накачивающий насос. Ну, я туда дроби, два килограмма дроби по одной штучке запихал. У меня такой был килограмм по четыре. Я его толкал. Он был легче гидра, но диаметр такой нормальный. И я его толкал. Он ложился у меня на шею нормально. Его можно было в зале толкать резиновым. Но ты его в стену толкал или все-таки в зале? Не разбить ничего. Не, он мягкий, он же не надут, но он все равно был мягкий внутри. И я его толкал в секторе. Только не с круга, а просто делал там движение. И пытался это все делать. Эти вещи говорили, потому что все-таки легкое, оно периодически нужно делать. Когда ты приходишь уже ближе к сезону, но нельзя переталкивать. Потому что ты сделаешь 2-3 тренировки легкого снаряда, и ощущение тяжелого пропадет. То есть, когда ты берешь его буквально на 5-6 попыток после ядра, ты чувствуешь легкость. А когда ты тренируешь это 2-3 недели, ты возьмешь ядро и охренеешь ты, оно стало тяжелым. То есть, ты сам себя вот как бы вроде толкал легкое, но задушил. И удалкиваешь просто направо, чтобы ты толкнул и удержался на ее части. То есть, развиваешь координацию, силу руки, в основном они труда. Либо ты садишься уже там, надумаешь, куда и хрячешь в секторе, выбираешь объем. До того, как ты знаешь, через 2 месяца зайдешь в сектор, и он свою на работу попробовал. Кстати, а вот вопрос, допустим, ну обычно в августе кончаются, да, все старты такие крупные, а август, начало сентября. Какой-то перерыв все равно делается, там, месяц делать, да? Потому что мозг сам по себе, он встает, его нужно отдыхать. Где-то с октября, там, что-нибудь там, месячный. С сентября, даже вплоть до октября. Если задача не стоит в марте месяце, то можно сентябрь и октябрь отдыхать. Не, ну обычно зимняя Россия, там, идет она уже в февраль, там. Ну тогда сентябрь спокойно, смело можно отдыхать. Не, ну опять-таки отдыхать же, это не значит, что там лежать. Я считаю, 2 раза в неделю такую подсобку делать, штангу какую-то легкую. Можно и лежать. Можно и лежать. Можно и лежать. Сентябрь. Тоже были случаи, были случаи в спортивной жизни, когда люди закачивают зимний сезон в марте, и у них такой полет большой, все, я сейчас вот еще буду работать. Ну, я не знаю, это наша, русская, наверное, американцы, мне кажется, они никогда не отдыхают. Такое ощущение, что у них в сентябре проходки, у них в октябре, то есть, ну, не русский человек, которому надо все-таки отдохнуть. И в марте месяце, там, наш человек, он начал опять тумироваться, тумироваться. И в конце апреля его накрыло. Вот реально усталость этого зимнего сезона, она его накрыла, вплоть до травмы. То есть, ну, надо все-таки, мне кажется, для головы, оно и движение все-таки... Оно упокаливает. Да, оно все-таки проходит. Когда ты делаешь, долбишь, долбишь, ты уже не готовишься, штангу сильную делаешься, подводку никак не делаешь. И начинаешь хуже, хуже толкать, потому что голова устает, у тебя уже сумбурно, сила пропадает. А как это сделать? Может быть, специальное упражнение этим поддерживать, тем же мячом? Не, ну, чтобы совсем из тонуса не выходить, потому что все равно... Бегать кроссы. Ну, ну, да, да, такое вот. О, активный отдых, да, да, активный отдых, это будет самое лучшее, но не трогать ядро. Хорошо, это жир. И сюда. Ровно, вытянутый. Выхватываешь. Каждый сантиметр, ты должен каждый сантиметр своего роста, своей вот возможности, должен его вложить в ядро. Соответственно, когда ты согинаешься, не доводишь луку, ты тут сантиметра, там 5, там 10, да, и разгона теряешь на 20 сантиметров. А когда ты все это поднял, поднял и вывел, ты уже вот там его зацепил в конце. И разгон меньше, и полет уже начинается все-таки в этом месте. Потом, когда уже будешь делать, немножко расходишься, да, здесь выходишь и акцент на ногу. Чтобы она была такая, тук, и мягкая такая, абсолютно акцент на ногу. Ну вот, хорошо, ты переносишь, да, не надо пускать. Ну, как появится, наверное, значит, она сложная резерка. Потому что это помогает все-таки держать живую стопу. Тебе нужна живая стопа, потому что ты должен прыгать, всякие все вещи. Не быть, значит, разминаешься. Круг разрыгать. Все, он должен быть больше его веса. Раз. Но она не опускается сюда, не проваливается. Что-то, опять, заходи, наверное, не опускаться. Это не тема совсем. Ты должен просто работать на голове. Раз. Не третий. Да. И правду еще чуть-чуть. Снимаемся. И на ней. Ну, у тебя тут обе ноги-то работают. И стопа той, грубо говоря, которая толкает. Не толкаться, она не должна. Она держит. Она не держит, но она там сильная, как себя. Если не держит, значит, нормально. Потом, оп, оно должно быть еще здесь. И ты стоишь еще на ноге. Никаких вот этих напрямей в будущем. Чтобы это, пациентка, где-то хотел бы. Раз. То есть здесь вот ты стоишь все-таки на ноге и под центром, и еще не дошел. То есть пока здесь игрок. Если ты ушел, начнешь толкать игрок, ты подплывешь за игрок. То есть когда ты делаешь имитацию «раз», и дальше ты уже все-таки, как Слесина, я показал, что ты должен уже здесь начать толкать. То есть здесь уже имитация такая «оп», оно уже должно выходить в этом положении, и одно должно быть уже все-таки на выгрузке, когда ты сходишь в правой ноге. Вот этого всего, от этого всего избавиться. Избавиться на плече. Имитируешь, твоя задача задержать голову, раз, и держишь, раз, и держишь, а потом раз, и выводишь еще. Оп, когда вдавая нога, сходу-давая, оп, зовет, оп, и оно уже, она тебя уже поднимает. Вот, вот в это положение. А когда ты начинаешь еще дальше проходить фидрунку, нет, ты ее, подбирайся лево, нахуй, толкаешь, и вот когда сюда доходишь, она уже вот здесь, и плечок начинает разгибаться, она уже здесь начинает разгибаться. Ты здесь толкаешь, ребёнок, плечом получается вот здесь, если там, да, да, ты уже начинаешь, и самой здесь, да, ты начинаешь здесь распрямлять уже плечо, твой шинлёжек, уже здесь участвует, начинает шинлёжек. Оп, плечо поднял, плечо уже сюда, это толкает. Потому что даже имитация, когда держит снаряд, и видно, что он здесь провален, начинает толкать, и оно уже поднимает ему плечо. А вот это, как в прошлый раз, там пауза такая с натяжением, что-то. Держи хорошо, сейчас ты держал нормально. Чё, неплохо. Держи, начинаю толкать. Не заблудуй сюда, не заблудуй. Должен уже цикл попадать. Должен уже... Чуть-чуть, что-то здесь, вот, не начинаешь толкать. Должен уже цикл попадать. Чуть-чуть, вот, сделаю скачок, попробую просто сделать другую ошибку, можно сказать, да, чтобы толкаешься как будто в спину. Потому что много вот этого, вот этого, как будто, надо пытаться избавиться, надо найти какое-то упражнение, какое-то упражнение надо найти, чтобы потихоньку, потихоньку исподляться от этого. Подними правильный поиск. Ну, давай ещё. Сюда, да, получится? Нет, вот, 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 начало, нет. Вот начало ты поставил раз, а здесь уже вот этого делать нельзя. Здесь уже оно через тебя, оно уже здесь идёт. Нет. Вот эти вещи тоже забываем. Которые, что вот эти вот. Потому что начнёшь пахать левой рукой и начнёшь ловиться сюда. То есть ты поставил, начал сюда выходить. А здесь уже твоя задача, вот, вот эта вот часть, что было с места, ты должен ей успеть, вот, ей успеть отработать. Когда пока игрой идёт небольшой отрезок, она должна. А это всё в динамике, оно будет немножко быстрее смотреться. Ну да, это было вообще, если бы так делал. То есть вот, надо добиться того, чтобы ты после прихода не сюда, вот, не это движение будет, а найти упражнение, которое будет тебя вталкивать. То есть чуть-чуть ногой или что-то. То есть здесь пока нет задачи вывернуть это всё. Здесь, естественно, пока только в эту ногу ударить. А потом уже после этого ты начнёшь уже толкать здесь. Но сначала надо избавиться вот от этого движения путём, что она вроде есть динамика в ногах, но туловище-то не идёт вместе с ним. Оно идёт как бы вот, старается как можно больше растянуть, а остаться. Ближе к поведению. Потому что всяк ноги. В имитациях можешь сесть пониже, если нет. Вот ты вот поворачиваешься. Как? Ну, почему? Такой толкни правый. Ну, допусти ты пока. Пока вот пришёл ты тогда, оп. И правый должен отработать. Да не дёргай мне ещё пока. Толкни, как будто ты вот в кат вышел и сюда. Раз. Раз сюда. Можно? Ты стоишь на прямой ноге, левой нога. Она в итоге, что она должна как-то отработать потом. Прямая же нога уже не сработает. Сошёл уже всё. Надо искать, что-то такое вот. Молодец, потом бы мало преподаватель. Сразу сочнее. Ну, поэтому, ты же, ну вообще. Тогда она не получается. И там вот так приходит. Вот так вот пришёл, тогда на пьём про это. А если ты скачок сделаешь вот просто на стопу, вот делаешь вот это движение, только пришёл на стопу и потом нога. Не пришёл вот сразу на стопу на эту, потому что её же надо, она тебе сянуться садит с ядром. Ты пришёл вот раз и потом попробовал чуть-чуть поднять. Не поднимай вот, не поднимай стопу вот здесь вот. Делай движение, как будто толкаешь. Ну, потому что поднять визуально, значит, с ядром так не поднимешь. Не балерина, чтобы так на стопу. Без этих, без имитации. Просто вот пришёл и здесь вот обозначил, просто обозначил, что у тебя стопа отработала. И всё, закрытым и держишься. Руку левую. Всё, держишь здесь, вот держишь вот здесь вот. Опусти две руки и сделай, просто вверх опусти руки вместе. Ну, как-то ты начинаешь поднимать справа, куда-то. Работать правый интенс с тобой и такой вот уже здесь. Как-то вот что тебя отталкивает? Бок здесь. Да потому что он немножко смещён, на левую немножко. Да, и тут один вариант. Только раскрыть его. Да. Ты вот скачок делаешь, когда и приходишь сразу на правую. А Денис, он чик, и съехал немножко. Соответственно, там уже нет, нечем просто. Усилия не к чему перекладывать. Ну, показывай, показывай. Да что это такое, из зала, из зала. Сделал скачок. И вот уже сместился вот сюда вот. Здесь уже, конечно, единственный вариант это, ну, вот сюда уже не пойдёшь, как бы вот. Уже должен смещаться сюда вот. И вся нагрузка надо. А если придёшь, вот как бы, сразу на подарок нам. Вот он. Вот. Вот. Вот сюда уже можно. С этой ноги. Вот. Пошёл. Ну, здесь нужно вот добиться того, что вот твоё туловище, оно независимо от нижней части. То есть у тебя, ты немножко пропустил, сюда больше закинул, больше расстрелился. Вот такое ощущение, что здесь вот, в этой части гибкости не хватает. Очень зажат, очень такой закрепощённый. Вот, надо прямо. Вот, так это надо, как бы вот, порастягиваться, порастягиваться. Даже элементарно вот эти, встал и здесь и тянешь. И чувствуешь, как здесь вот бок вот это со спины всё растягивается, растягивается. Просто твоя, твоё движение, оно должно быть, вот, я же секунду, вот две руки, поиск, вот здесь вот встал. Здесь вот, да, но скачок должен быть, вот они висят, плечи у тебя. Оно должно встать, а плечи сами по себе. У меня тренер когда-то пытался заставить сюда, резинку сюда намотать, чтобы просто вот, ты не толкаешь, ты просто вот должен пропотать здесь. А это уже, это, как бы, считается второстепенная часть. Когда ты сделаешь всё начало, рука, она уже выхлёстывает. Ну, всплыв получается, что? То есть ты сделал скачок, нашёл, и вот сюда начинаю, когда вот и спиной, и спиной чуть-чуть начинаешь. А потом оно под тебя уже. То есть тут вот этого лишнего не должно быть. Оно как вот под тебя как будто заходит. То есть здесь надо прийти и вот толкнуть себе спину. Почему хотел попробовать, как вот упор. Раз. Раз, чтобы оно отсюда начало движение. Не ждать. То есть нужно закрытое плечи оставить. Доли секунды начала. Доли секунды буквально. Я вижу, что получается активнее на ногах. То есть быстрее пленится. Тебе просто на ноги надо, получается, сосредоточиться, потому что у тебя ноги стоят, вверх пошёл сразу. Пошёл. Ты подержи ядро вправо, вот. У тебя такое ощущение должно быть, что у тебя всё тема уже ушло, а ядро ещё всё время здесь. Прям подержи его, подожди вот, пока вот эта часть себе растянется до конца. Даже ничего не предпринимай, пока сюда всё это не уйдёт. Всё время держи его вправо. Не торопись, толкаться. Ты просто сразу, понимаешь, пришёл и сразу вытолкнул. У тебя вот никакой незадумки нет. Вот, знаешь, простое движение. Всё время, всё время вправо держать, а всё тело уводить. Толкать не торопишь, а всё работает ноги, а это всё вторично. Вот, маленькая задумка, говорю. Ну, что, хорошо, только финальный. А вот эта часть уже как-то вот, держи эту паузу. Вот, хорошо, хорошо, очень хорошо. Начинаешь, раз, и ногу сюда, подальше. И растягивать, растягивать, растягивать. И плечо, и бок. А если ты там растягиваешься, как рассказывали во времена Союза, на хребаке, и прослабься, прослабься. Расслабиться называется. То есть вот это, кистью потрясти. До такой степени хреба. Иồng. То есть в лаге. Игрушка моё. Игрушка моё. Продолжение следует...